Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, пассажир закрыт, и арка идеально подошла. А что дальше? А вот что дальше? Ёп твою мать. Вот это да. Я уменьшился? Я что до сих пор срю? Несомненно. Доктор, да ты здоровенный. Это я, посмотри вниз, я в диораме. Думаю, мы можем воспользоваться этим положением. Просто найдет способ загибнуть меня в воскресенье за шиворот. Я в таком виде пронисту в семью. Как он его слышит? Ладно, шучу я. Он же такой маленький, он не думал. Люди? Дебил. Что с тобой? Я дурачок. Потерялся, наверное, не доложил. Вы будете моим дворецким. У меня тюрном горе. Сколько этих птичек, кошмар. Надеюсь, мы их собираем не просто так, мы сможем их использовать как-нибудь. А если мы успеем, конечно, если они не связаны с ним, сюжет пройти побыстрее. Вот и все. Посмотри на них! Смотри! Смотри! Это я вижу неслепую. Что это такое? Боже, что происходит? Нет, тогда сфотографировать. Горячо, горячо. Горячо, аж плюнулся случайно. Что это происходит? Ну, по всей видимости, что там будет странно и здесь этот самый... О, сундук. А чувачок по имени Воскресенье. Трэш. Это реально трэш. Так, сейчас три гитарки раздят по всей локации, да? Да. Ну, бля, серьезно. Нигде не пропускаем сундуки, вряд ли нам удастся вернуться. Да, это локация, телепорт же есть. Здравствуйте! Добро пожаловать в базовую модель Золотого Мига. Я солдат клана Дубов, я здесь, чтобы провести вам экскурсию по базовой модели, рад быть полезным. Расскажи об экскурсии. Короче... Идиот, короче, какой-то. Гачапон, на полу нет никаких механизмов. Может, сверху? Доктор, будь добр. Значит, я был прав. Интерьер этих моделей... Точно-точечко, как у настоящих зданий. А, привет, я худший в мире солдат. Справедливо. Без драки не обойдется здесь. Сверху, моим другом, сразу своей шипничкой. Сверху! Понятно. Сверху, моя другая. И все, не надо. Сверху, моя другая. Выпей. Это не удар. Сверху, моя другая. Хочу твои беды. Ага. В состоянии для еще разогревания? Есть больше жизни. Этенов. Сверху, моя другая. Он сейчас пригодился очень сильно. Та добейте уже его. Та добейте уже его. Угибаем. Сдевает этого. Тоже умирает. А, даже так. Ну ладно, давай поиграем все балалайки. Красота. Вот это я понимаю. Ай, как хорошо. Давай, вот так вот. Сверху, моя другая. Сверху, моя другая. Паршивая ульта прокачивалась. Что? Балалайфера. Что-то ему не нравится. Что-то ему не нравится. Чуть не так. Ну я помню, я ему эти самые... Эй, дал он и не сделал. Сферомет, чтобы залететь... Залететь следом, это будет непросто. Так, сферомет. Там еще сундук валяется. Где? Слева. В дом. Плохо. Плохо. А, просто отлично. Здесь только основание сферомета пустое. Док! Мне снова уже твои мозги. Ни к чему так надрываться. Я отлично вас слышу. Сферомет наверняка спрятан где-то в зале. Например, под аркой. Подождите здесь, я вернусь через минуту. Наконец-то передышка. Такой душнил я не могу прям тоже. Пробные, кстати. Угу. История. Сейчас, наверное, драка будет с кем-то. Угу. А чё их так много? Беееееее. А чё ж мы убрали? Потому что рацию удали. Почему именно её? Потому что на первой были. Хотя не знаю. А на первой были? Да. Нас почти убили. И что это за отряд? ты бьешь счетчик сраный дать страма мозг мажечок протекционал я не могу прям с него вот так этого добьем хорош и фазы ёбарасет поберечь видимо там в конце вот такие жесткие ребятки а добить не вариант а там же Поехали! Удорово! Вдома для скура! Ребенка с сердцем! Убили на мною. Практика закончена! Скура дошла! Скура дошла! Поехали! Бой-бой-бой! Бой-бой-бой! Как, как, ну, другую! Бой-бой! Бой-бой-бой! Бой-бой-бой-бой! Или, может, это будет просто? Нет! Типа! САС Пакина! конечно не могу прям не что неприятно ну ладенько еще пошел сзади сама открывается прям забавно так поставьте модель сферометов диораму а вы дорогие друзья поставьте лайк а ты вернулся просто вместили сюда спасибо поставить на диораму ну и звуки да неплохо так же аниме теперь болтает мужиком так голос снизился был вот такой вот а а потом стал тэнкс дак не то крутишь солнышко до отсюда начинай и туда нам надо да хорошо уходи или вот сюда надо так так наверное нет наверное вот так вот надо вот так возможно понятно все муки а вот . ты этот выключил братик так и последний а вот что делать надо было цена больно да что ж такое все закрыто ёб твою мать угорать что ли угорать что тебе надо это видеть оттуда открывается потрясающий вид и вообще ты бы с легкостью мог раздеть не двумя пальцами не подавая ему такие если желаете так и сделаю ни секунды не сомневаюсь так там это кусочек пазла так там это кусочек пазла так и нахрена и нахрена на Блядь, не найду А в какой нам надо вообще? В этот или в этот? Наверное, в этот Я думаю, что это? Домой А между Винус туда, куда я и был, да? Соберите, мозаик угрез Получается, пойдем туда, откуда пришли Ой, Васька, Васька, Васька Тормозишь, Васька, Васька Бывает Это что, и собрать надо, ё-моё Что, повернуть надо, ё-моё Веселая прогулка Да ни хера не веселая какая-то шляпка Пентакония не все плохая, правда? Я использую эту интересную эксперименцию Прикольно Почти сыграл мелодию Вернулись назад И поговорим с... А, в зал собраний Прискорбно, что вы покинули Диарам живым Воскресенье прямо за той дверью По моим скромным познаниям, справиться с ним будет нелегко Вы готовы? Да, только считай наоборот Пусть он изо всех сил готовится к встрече со мной Поведайте мне о вашем плане Нет никакого плана Пуду импровизировать В переговорах всегда можно достать только два козыря Выгода и страх Полагаю, слова и искренность в вашем лексиконе отсутствуют Я недостаточно искрин? Не нужно это акцентировать Мы должны правильно воспользоваться смертью Ибо сестра мертва Он не сможет закрывать на это глаза И это страх Я помогу найти ему убийцу В силу своего статуса и положения он не может этого сделать А я смогу, и это выгода На каком основании вы утверждаете, что он не способен этого сделать И внужден будет делегировать свои полномочия кому-то из конкурирующей фракции То есть КММ Все просто Потому что этим убийцей вполне может оказаться изменчивой, которая скрывается в рядах семьи А вы о галактическом рейнджере, которого вы обидели ранее Док, это был лишь предлог С этой женщиной явно что-то не так И нам нужно кто-то, кто будет держать ее под контролем Лучше, чтобы во время подния нашего плана было как можно меньше подременных, которые мы не контролируем К тому же, я должен узнать ее истинную личность Если мне повезет, она может стать важной пешкой А в решении этого вопроса, чем больше полезных друзей, тем лучше Но, честно говоря, дело об убийстве, скорее всего, не имеет к ней отношения Я уверен, что к семье завелась крыса Иначе зачем господин Новоскесиме организовывать с нами личную встречу? Это не допрос, а тайные переговоры Посмотрим Используя смерть Зарянки в качестве козыря, я вернусь себе свободу и власть В конце концов, я разрушу этот прекрасный сон и создам величайшую из смертей Если шанс победу находится прямо за этой дверью, пусть даже если он близок к нулю Что ж, нельзя выиграть, не начав играть, верно? О, какая очаровательная дерзость Решили, что вы, картерник, выйдете победителем? Трех фишек достаточно Все или ничего Ты такой противный, доктор Ты бесишь меня больше всех Раздражаешь, просто ужас Ну, сука, давай Кажется, мои головоломки слишком просты для вас, представитель КММ Я ценю ваши слова и вижу Что вы предложили немалую силу, чтобы поприветствовать меня, господин, воскресенье Однако так, гостей не встречай Давай ты воскресенье больше отручь Согласен, что гостей не встречает, но так это и не приглашение, а вызов Прежде чем поговорим, мне нужно узнать, что вы за человек Полагаю, ваш друг, доктор Всезнайка, очень вас выручил Доктор Всезнайка Конечно, вы знаете все лучше меня Он добросовестно выполнил свою работу, не так ли? Да, доктор заверил меня в вашем благородном характере По его мнению, вы, как и он, сам добродетельный человек, которому семья Можешь доверять Я очень хорошо узнал вас, как человека, господин Ван Тюрин Вы прилежны, щедры и готовы к сотрудничеству Тот факт, что вам удалось преодолеть множество препятствий ради одной встречи со мной Дал мне повод поверить в вашу мудрость и смерть Да, та штука сверху похожа на штуки, которые бывают сзади вестников бездны Пировестников бездны, сука Но есть одна вещь, о которой я должен вас спросить Вы использовали свою мудрость не в том месте, встретили не того человека И стали свидетелем трагедии, которой не должно было случиться Вид у вас неважный Это я вас так встревожил Если нет, значит я на вашей стороне Если я правильно понял, вы только что выдвинули серьезное обвинение против семьи Мы все правильно поняли Вокруг вас потихоньку сгущается мрак Не будем ходить вокруг да около Давайте поговорим о вашей сестре Ее талант не имеет равных в мире шоу-бизнеса Но, как вы знаете, ее голос уже не так гармоничен с тех пор, как она вернулась на Пинаконию Что еще печальнее, она больше не может петь Кто понесет за это ответственность? Многие подозревают, что виновником является иномирство, но я знаю, что вы придерживаетесь другого мнения Теперь ваш благородный статус превратился в округа, мешающая вам задержать убийцу и отомстить за смерть сестры Вы чувствуете тревогу, потому что находитесь в опасности Но не волнуйтесь, я на вашей стороне Я безмерно польщен вашей заботой обо мне, господин Апандерин Поскольку вы настолько самоотверженные и щедры, полагаю, вы не станете ничего просить взамен, не так ли? Естественно, вы не понесете от этого никакого ущерба Я просто хочу вернуть то, что принадлежит мне, свою свободу и личную вещь, находящуюся под арестом семьи Чемодан с призовыми деньгами и шкатулку с камнем Да Опорный камень Я слышу, что это ценный актив отдела стратегических инвестиций Священный камень, наделяющий людей с особой силой и запечатывающие монатры эоносохранения Говорят, такой есть у каждого из специалистов по ликвидации Такой ценный предмет, вероятно, стоит куда дороже других наград Уверен, вы осознаете уровень риска, на который я пойду, чтобы рассказать правду Господин Апандерин, даже находясь вне дома, вы всегда уделяете много внимания внешнему виду, верно? Галстук должен висеть строго по центру Рубашка не должна торчать из поджилета, стрелки на брюках должны быть идеально ровными и на одной линии с носом С носами, носами Безусловно А я нет, потому что это неприлично делать на людях Убеждаться, что у тебя подобающий вид нужно перед выходом из дома Я не из тех, кто рискует Ками должен находиться под опекой семьи А если ты его вещь такая, как бы... Ну, как бы да Значит, договориться не получится Прошу, не заставляйте меня отказывать вам, Паште Конечно, этого денег вполне достаточно Думаю, вы против этого не возражаете Каса Катсу Торговец не может работать, не имея при себе к козырей А вы пошли на компромисс раньше, чем я думал Увы, козыри нужны игрокам, а не торговцам Я могу отдать вам призовые деньги, но перед этим я хочу, чтобы вы сказали мне Что именно хранится шкатулок, и которую вы так упорно просили вернуть Но так решительно от нее отказались О, трехвлекий дух, прошу, сожги его язык и ладони раскаленным железом Чтобы он не смог лгать или давать ложные клетки Что вы сделали? Эон гармонии прольет свет на всякий злой умысел Я прошу Эона пролить свет и буду задавать вопросы от ее изменений Итак, у вас есть 113 секунд, чтобы доказать свою невиновность и завоевать мои доверия А рацио там такое А если я откажусь отвечать? Можете попробовать, посмотрим, отвергнет ли вас гармония Вопрос Есть ли у вас опорный камень? Да Какой лаконичный ответ Вижу, вы тоже понимаете, что молчание золото Прибыв на пинаконии, вы передали камень семье? А ты что, не семья? Да Камень, который вы передали семье, принадлежит вам? Да Ваш камень сейчас находится в этой комнате? Да Свобода ли ваша память от любого вмешательства, включая, помимо прочего, техники садовоспоминаний? Да Вы авгин с Сигонии? Да Как вы вообще об этом узнали? Умеют ли авгины читать мысли, вмешиваться в сознание или манипулировать своим или чужим разумом? Нет Это так важно? Любите ли вы свою семью больше, чем себя самого? Да Все авгины были убиты во время кровавой бойни, это так? Нет Вы единственный выживший? Возможно Вы ненавидите этот мир и хотите разрушить его своими руками? Я не знаю Интересно И последний вопрос Можете ли вы поклясться, что в этот самый момент Авантюрин находится в целости и сохранности в этой шкатулке? Конечно Похоже, у нас есть ответ Откройте шкатулку, господин Авантюрин Это ваш последний шанс защитить свою часть Откройте шкатулку, господин Авантюрин Пожалуйста Два камня Что за второй камень? Раз уж вы пришли, как и обещали ученый доктор Означает ли это, что в этом фарсе вы готовы встать на сторону семьи? Почему вы думаете, что сможете перемотить меня на свою сторону? Я слышал, вы недовольны компанией господина Авантюрина А также понимаю, что вы заядлый эрудит, для которого стремление к знаниям превыше всего В таком случае, следует понимать, что компетентный ученый осознает свое положение и не станет отказываться от более важных дел ради мелкой гордыни Если вы согласны помочь семье, я поделюсь результатами наших исследований Стелларона Думаю, вы прекрасно понимаете, что кроме семьи, ни одна другая фракция не захочет делиться такой информацией Ближе к делу Что вы хотите, чтобы я сделал? Я хочу знать подробный план господина Авантюрина Разве не вы конфисковали его камень? Птица без перьев летать не может Но я еще слышал, что 10 шишек из отдела стратегических инвестиций объединились и работают вместе с интересом КММ Извольте изъясняться четче, даже его, блядь, душнит Кому он на самом деле принадлежал камень, который сдал господин Авантюрин? А вы сомневаетесь, не доверял ли он часом вам чужой камень? 10 каменных сердец не настолько сплоченные, как вы думаете Для них опорные камни значительно дороже их собственных жизней Но вы же знаете, что он заядлый игрок Чем громче он об этом говорит, тем сложнее и осторожнее должен быть Сложнее, да? Да, туда его Никогда не думал, что кто-то разделит его образ мыслей Если честно, вам двоим мешало бы сходить к... Я что-то не понимаю А в чем проблема? Принесите его Шкаф, в которой хранится камень, уникальная И открыть ее может только руководящий персонал корпорации и связанные с ней сотрудники И я как раз один из них Как кратство к нему вообще попал? Окажите милость Я обречу К сожалению, вы угадали О, это же золотистый камень У него такой же оттенок, как и у сияющего тела Клепута Это тот самый улов, который он собирается использовать, чтобы обмануть вас Он не расскажет вам, что десять каменных сердца сами высекают свои опорные камни Придавая им уникальное сияние И этот золотистый камень также известен, как топаз, а не авантюрин Он принадлежит топаз Так что, хотите призвать его к ответу? Не сейчас Мне куда интереснее узнать, где находится его собственный камень В самом безопасном месте, таком, в котором даже вам на ум не придет Потому что он его даже не прятал Более того, опорный камень был в ваших руках с самого начала Значит, этот сакваяж Спиритовый камень, который стоит дороже самой жизни Месть из кучи бесполезных драгоценностей Замаскированных под конфискованные призовые деньги Это и правда в стиле господина авантюрина Затем он придумывает какой-то тривиальный повод Приуменьшающий баг не сделан Спросит вернуть призовые деньги Это рискованная игра, и правила игры он знает слишком хорошо сделать ставку на вашу Единственную ошибку, ведущую к полному проигрышу Спасибо за помощь, ученый доктор Семья обязательно вас наградит Такого благодарного человека, благородного человека Крысу наградит Так что касается злоумышленника Надеюсь, он униженно отступит Тут у всех есть свои мотивы И в принципе, рацио неплохой Он просто хочет знать больше об этом мире Как истинный ученый Благодаря вашему зорокому другу Я смог внести свою лепту в разрушение вашей легендарной карьеры Наконец-то он показал свое истинное лицо Небольшое напоминание На данный момент вам осталось жить всего 17 системных часов Цените оставшееся время и наслаждайтесь восхитительным послевкусием поражения Че? А за что его должны убить? Вы можете изъясняться немного понятнее То, что я только что с вами сделал, было посвящением гармонии Вы должны были проявить верность под сиянием высшей благодати Однако вы умышленно не произнесли ничего, кроме лжи Тем самым превратив посвящение в судилище Я не вижу причин освобождать вас от этого наказания Это и есть то, что представляет из себя гармония Значит, удержится на принуждении давления Господин Уотерин, вы неправильно поняли Наказание предназначено для непочтительных Но я убедился в стойкости вашего духа И поэтому предлагаю вам возможность начать все сначала В течение этих 17 системных часов Вы не можете покинуть мир грез или связаться с кем-либо из своих товарищей Перед вами только два пути И все зависит от того, сможете ли вы пройти мое испытание за отведенное время Если вам это удастся, вы сможете примкнуть в гармонии и воссоединиться со своей семьей Если же вы потерпите неудачу, то подвергнитесь гневу вечного центуриона И провалитесь в бесну гибели Похоже, я в любом случае закончу одинаково Мне действительно нужен слуга, который поможет мне пролить свет на зло, которое скрывает себя В течение 17 системных часов я искореню зло и привлеку настоящих виновников к ответственности По истечении времени мы сравним свои результаты Если наши выводы совпадут, и если вам удастся предотвратить, предоставить мне больше информации Эон гармонии действительно сможет одарить вас милосердием и истиной Бессовестная лицемера Вы забрали мне все и при этом до сих пор требуете правды Это несправедливо Габраденьки не пахнут, но от вашего шапиту ашнется кинемгами И ничего без них нельзя добиться Это же с доброй волей, не требующий от вас поддержки семьи Ваш багаж там, делайте с ним что хотите Я верю, что вы можете отнять эти дешевые побрякушки на все, что вам нужно В этом картежникам нет равных, так ведь? Ну, вступайте, господин Ван Тюрин Вы свободны Буду ждать вас здесь с хорошими новостями Такой развернулся резко Господи, что за мерзкая птица Это встреча не допрос и даже не переговоры Это просто казнь Зачем мне это, господин Ван Тюрин? Мне просто интересно, что мог узнать прохожий Случайно забретший на место убийство Вот и все Кстати, пока вы здесь, позвольте задать личный вопрос Ну что еще? Вы... Вы действительно желаете уничтожить этот мир? Какавача, куда ты пропал? Тебя ранили Сестра, я вернул его Ты ходил искать? Это же слишком опасно Это просто ожерелье Это ведь не еда и не вода Мы можем выжить и без него Но без тебя я не смогу жить, братишка Пообещай мне больше не искать этих катеканцев Ладно Не волнуйся, сестра Катеканцы дураки, а я умный Я сыграл с ними в одну игру и выиграл Выиграл? Что вообще произошло? Расскажи Я поспорил с ними не на то, кто быстрее погиб из пустыни Я или две птицы И я выиграл Меня заподозрили в жулинчестве Но я не обманывал Я честно победил Я знала, что ты выиграешь Ты родился везучим Наверное, трёхкая гаятра присматривает за тобой Но это не повод испытывать удачу Вступая в конфликты с этими кровожадными жестокими катеканцами Неужели ты забыл, что мама и папа Понимаешь? Это всего-навсего ожерелье А ты, как овача Моя единственная семья Так вот, как тебя зовут Прости, сестра Я думала, ты обрадуешься Потому что это ожерелье тебе оставила мама Я больше не буду Но оно мне важно Но не так, как ты, мой дорогой братец Я тебя не виню, но ты должен помнить, что сказала мама Страдание и нищета Есть испытание трёхой гаятры Она даровала нам шанс Твоё везение, как овача Твоя удача Это величайшее благо всех афгинов Ты, дитя, благословённое трёхой гаятры И ты можешь привести свой народ к счастью Так что помни Всегда защищай себя И никогда не жалуйся на боль и бедность, которые выпали на твою долю Понятно? Так вот почему он в сохранении Слушай меня и поклянись трёхой гаятры Ладно Клянусь трёхой гаятры защищать это благо Но, сестра Если трёхой гаятры и правда приспатривалась за нами Тогда почему она не защитила папу, когда он ступил на зыбучие пески? В конце концов, папа отправился на землю катеканцев лишь для того, чтобы подготовить подношение трёхой гаятры И где была трёхая гаятра, когда мама медленно остывала у нас на руках? Мама до последнего тихо умоляла гаятру о прощении, пока не закрыла глаза Сестра Все хвалят меня за мой разум, но этого я не понимаю Если бы каждый дождь был прощением и милостью трёхой гаятры Тогда насколько серьезными были наши грехи Настолько, что мы родились на этой смертоносной земле? Предлагаю на этом закончить Какое-то оборудование А ты бы тут не имеет Огоньчи Какое-то не может быть найдено здесь В последнее время мы знаем, кто встал на следующий Спасибо за вашу помощь, мисс Али Пайн Что это значит? Есть что-то в ошибке с мисс Робином? В предпорядке для... Ммм... Я уверен Конечно, зарядка все в порядке Но никто не знает Ни кто ничего знает А мы не можем остановиться здесь? Чипа не сохранить? Надо до конца дойти диалог А ты кто? Браво-тима Эвакуация с применением оружия Это эффективно, главный директор не попросил Хе-хе-хе Что здесь происходит? Сотрудники КММ, не кляну с Бога КММ проводит специальную операцию Запрашивают тебе бедка сдать! Говорили же тебе не пить в рабочие часы Верните его в номер отеля О, Топас Боже, я организую совещание Там и обсудим, каким будет отчет об этом инциденте Да можно как-нибудь закончить, сука Топас, не думала, что встречу тебя на Пинаконе Стоп, а что? Откуда они знают? Давно не виделись экипаж Звездного Экспресса? А Вантелин многое рассказывал о ваших приключениях Слушаю Слушаю Ничего страшного Делайте, что говорят И постарайтесь избежать конфликтов с семьей Прежде чем что-либо сделать, докладывайте мне Угу Да, хорошо Как видите, на Пинаконе КММ не пользуется особой популярностью Теплый премьер оказан с семьей лишь формальность То, что когда-то была пограничной тюрьмой Обратила свой гнев на КММ и заключила ее в те же самые акулы А Вантелин единственный, кто получил приглашение на прием Что же касается нас Нам позволено находиться только в отеле А реальности Даже в грезы не пускают Не удивительно, почему Вантелин так усердно ищет соратников В мире грез КММ ему не поможет Слышала я ему сейчас туго Вы помогаете расследовать Грязное дело связано с семьей Ведь так, если потребуется что-нибудь за пределами мира грез, дайте знать КММ всегда с уважением относится к партнерам Спасибо, госпожа Топас Мы как раз направляемся к гончим, чтобы подтвердить полученные данные Может быть, вы имели... что-то там? Да, они все доследуют за нами Как сейчас, говорить с ними Наконец-то они от меня отстанут Находиться под пласт cuenta взором Очень неприятно находиться Ура Что ж С кру тем, что у нас появилось Ой-ой-ой Хорошо, сейчас в нам нападет легендарный персонаж А кстати общий вагон помпом дай-ка мне пожалуйста награду за мой уровень ты где мелкая дрянь и был сидит о-о-о давайте совершать кругосветное путешествие 4 тоже интересный 4 в в в Хюк Ну, не судьба Так, нам Хюк, наверное, даст надежду на еще одну Ага Я же сказал, что даст Ну, давай, Аргентий, выпадай Хватит Давайте дадим ей эту штучку Просим вас поставить лайк Под этим видео Подписаться на канал, на Телеграм На Твич, конечно же Всем спасибо за просмотр Заткнись Всем удачи, всем пока Пока